Следующий Здравствуйте, доктор Жалуйтесь Да я похвастаться А, ну тогда Будьте здоровы Здравствуйте Поговорим с вами о китайском коронавирусе Мерах профилактики и лабораторных исследованиях Которые проводятся на эту тему У нас в Луганской Народной Республике У вас в Санитарно-эпидемиологической станции В ваших лабораториях Ну давайте Начинать, как с утра прочитал Такой тезис, что У Китая сейчас есть два самых главных врага Это коронавирусы, слухи массового поражения Вот для того, чтобы нанести Параллельно два удара Мы давайте о болезни поговорим И о том, почему не стоит вообще поддаваться Слухам и паникой И что из того, что говорится Нужно отсеивать Как, знаете, отделять зерна от плевел Коронавирусные инфекции существуют С 64 года, когда они были Впервые диагностированы Это большая группа вирусов Из которых 4 основных штамма Были агрессивны по отношению к человеку За период эпидсезона 19-20 Отмечено в Китае Очередной штамм коронавируса Который смутировал И был зафиксирован факт передачи От человека к человеку При этом Было зафиксированы, к сожалению Летальные исходы Коронавирусная инфекция Это острое вирусное заболевание С преимущественным поражением Верхних дыхательных путей Источником инфекции В Китае являлись Животные и больной человек У нас это преимущественно Являются больные люди Путем передачи является Так же, как и при всех Вирусных инфекциях Это воздушно-капельный путь передачи При кашле, чхании, разговоре Также может быть и контактный путь При рукопожатии При взаимодействии С поверхностью слизистых лица Возможен путь передачи Так же инфекции И он зафиксирован в Китае Через слизистую глаз Нужно отметить, что Заболевание имеет достаточно Длительный инкубационный период До 14 дней При этом Инфекционно опасным Становится человек С третьих суток Инфицирования Таким образом Человек может уже Кого-то инфицировать Не имея клинических проявлений Основными признаками Будут являться Резкое повышение температуры Свыше 38 градусов И, как я уже сказал С преимущественным поражением Верхнедыхательных путей Соответственно, будет кашель С давлением в груди Одышка При этом Нужно еще раз отметить Что данные симптомы Могут быть При всех Вирусных инфекциях На сегодняшний момент Мы говорим о том, что В республике в целом Есть подъем Заболеваемости По вирусным инфекциям Который был спрогнозирован Ранее И Нужно отметить также Что пороги Эпидзаболеваемости На данный момент Не превышены Таким образом У нас нет оснований Для паники Но есть основания Для настороженности В тех учебных заведениях Социальную ответственность И не инфицировать Тех, кто рядом с вами В случае возникновения Высокой температуры Отдышки И пневмонии Не заниматься самолечением А обратиться За медицинской помощью По мере того Как вы обратитесь За медицинской помощью Вы будете осмотрены Врачом И По мере Постановки диагноза Будет отобран Материал Для исследования На сегодняшний момент Мы говорим о том, что Коронавирус Это РНК Вирус, который может быть Диагностирован В ПЦР В лаборатории Республиканской СЭС И уже по результату Данного исследования Будет определена Тактика Противоэпидемических Мероприятий И лечения Что касаемо Профилактики Профилактические Мероприятия Будут такие же Как и все Противовирусные То есть В первую очередь Это конечно Попытаться избежать Массовых мероприятий Попытаться Если уже есть Такая необходимость Проявить И использовать Средства Индивидуальной защиты Это маски Это Обработка рук И исключить Вероятность Контакта Со слизистыми Ваших рук Если у вас Нет возможности Их обработать Также Мы говорим о том Что На данный момент Нужно Избегать Контакта С больными Потому что Это высокая Степень вероятности Но тоже Нужно Отметить Что в сравнении С таким Возбудителем Как корь О котором Мы разговаривали Ранее Коронавирус Менее Контактно Предрасположен К человеку Чем корь В три раза То есть Заразиться Можно С вероятностью В три раза Меньше И Что касаемо Удаленности Конечно Мы говорим Сейчас о Китае Так как там Данное заболевание Возникло Впервые Так как там На определенном Этапе Оно было Локализовано Однако На данный момент Распространение Заболевания Уже Получило По всему Миру Пандемии Это Япония Южная Корея Таиланд Вьетнам Сингапур Непал Франция Германия Австрия И Соединенные Штаты Америки Таким образом Мы еще раз говорим о том Что Не нужно предаваться панике Нужно сохранять Настороженность Проявлять социальную Ответственность И Я вам всем Желаю Здоровья И будем надеяться Что Все у нас будет хорошо Дмитрий Анатольевич Вы вначале сказали Что вирус смутировал Вообще из-за чего Не только этот Вообще любые вирусы Из-за чего Они мутируют Какова природа Этой мутации Ну Впервые По официальной версии Вирус был диагностирован У летучих мышей Которые Проживали на территории Китая Летучие мыши Входили в пищевую цепочку Змей Которые также проживали В этом регионе Обитали А вот Змеи Уже Входили в пищевую цепочку Населения Которое проживает Тоже в Китае И так По мере Того Как Вирус мутировал От одного вида До человека Он приобретал Новые свойства И Эти свойства Вируса Уже Смогли Воздействовать На здоровье Человека При этом Нужно отметить Что данный Вирус В той комбинации В которой он был Диагностирован Он пока Не знаком Нашей иммунной системе Не проводилась Специфической Профилактики На сегодняшний момент Также нужно отметить Что Вакцины Нет На сегодняшний момент Хотя Может быть Разработана Ближайшее время И Специфической Профилактики Также На сегодняшний момент Не существует Именно от этого Коронавируса Но Остаются Действенными Методами Не только Индивидуальной защиты Но и Также Укрепление Иммунной Системы Что позволит Если не Избежать Заболевания То Перенести его В более легкой форме А чем Укреплять иммунитет Ну Начиная От здорового Образа Жизни И закаливания Заканчивая Специфическими Препаратами Которые повышают И так названы Иммунопротекторы Мы не будем Сейчас заниматься Как бы рекламной Акцией Но Они есть Это все Препараты Которые Укрепляют Иммунитет Начиная От витаминов Заканчивая Как я уже сказал Специфическими Препаратами Которые Рекламируются Полиоксидоний Вот Так вот В общих чертах И мобжеподобные Как проводится Вы сказали О том Что это выявляется В ПЦР-лаборатории Республиканской СС И как именно Проходят Исследования И за счет чего Вообще Можно выявить Отличить Этот Китайский Коронавирус От любого Другого То есть это Какое-то Молекулярное Строение Или это Реакция На какие-то Химиопрепараты Ну как я вам уже Сказал Это РНК Вирус Метод полимеразной Цепной реакции Рибонуклеиновая Кислота РНК Так точно Он достраивает Полную молекулу ДНК И методом Слечения Определяет Именно Какому Виду Возбудитель Принадлежит Но Уровень нашей Лаборатории Не позволяет Типировать Уже Внутривидовые Различия То есть мы можем Только сказать Это ОРВИ Это Грипп Либо Это Коронавирусная Инфекция Это то Что позволяет Наша Лаборатория Ну на Исследование Попадают Сейчас Какие-то Избранные Материалы Вот если При опросе Например Человек говорит Что он там Контактировал С кем-то Кто вернулся Из Китая Или любой Человек Который Приходит И жалуется На сегодняшний момент Есть четко Определенные Категории Граждан Которые Подлежат Обследованию Потому что Мы Не можем Обследовать Всех Заболевших Мы же понимаем Что вирусными Инфекциями В период Эпидсезона Переболеют До 90% Населения В разных Формах И в разной Степени Тяжести Поэтому Выделяем В первую Очередь Тяжелые Формы Течения Это Беременные Это Диспансерная Группа Это Возрастные Пациенты И Как вы Это Те Кого Мы Обследуем На Вирусной Инфекции А вот Те Граждане Которые Прибыли Из Неблагополучных Районов По Эпидситуации Дополнительно Будут Еще Исследованы И На Коронавирус Учитывая То Что Вирус Может Распространяться Среди Тех Людей Которые Контактировали То И Те Кто Были В Контакте Тоже Будут Обследованы А какое Количество Исследований У вас В лаборатории Проводится Ежесуточно И Не Приводит ли Нынешняя Ситуация К Перегрузке Врачей Не Приходится Ли Группа Говоря Приходить Раньше И уходить Позже Если Не И Сутками Там Сидеть Конечно У нас На сегодняшний Момент Нагрузка Возросла Потому Что Количество Врачей У нас Ограничено Таких Специалистов И Количество Оборудования Тестсистем Тоже Ограничено В месяц Мы Делаем Где-то До 1000 1200 Исследований Вообще Нынешняя Теплая Зима Она В принципе Если Говорить О любых Острых Респираторно Вирусных Инфекциях Она Способствует Распространению Да Обыватели Полагают Что Если Стоит На улице Лютый Мороз То вирус Замерзает А вот В районе 0 Плюс 4 Это самое Благополучное Время Для этих Вирусов Так и Есть С учетом Среднем Многолетних Наблюдений При Установлении Стойких Морозов У нас Снижается Количество Заболевших А вот При вот Такой Погоде Как Сейчас При таком Течении Зимы Количество Заболевших Увеличивается То есть Это более Благоприятные Условия Для Вирусов Но При том Что В общем-то Холодов У нас Так и Не Было Те Цифры Которые Сейчас Регистрируются Там Еженедельно В республике Они Можно ли Сказать Что Даже Ниже Чем Могло Быть При Таких Температурах На улице Если Исходить Из Прогноза И Констатировать Количество Заболевших На сегодняшний Момент То За Последнюю Неделю Да Мы В два Раза Но С учетом Прогноза И Среднемноголетних Показателей Это Не Превышает Тех Порогов Которые Были За Аналогичный Период В Прошлые Годы Поэтому На данный Момент Мы Еще раз Говорим О том Что Оснований Для Каких-то Экстраординарных Методов Противоэпидемических Ограничительных Мероприятий Пока Нет Однако Ситуация Развивается Динамически И решение Будет Приниматься По мере Того Как Будут Реагировать Наши Люди На данное Заболевание В целом На вирусные Инфекции И Каковы Будут Наши Цифры Как я уже Сказал Решение Будет Приниматься По каждому Городу Отдельно И по Каждому Учебному Заведению Также Отдельно Ну и пока Зрители Слушатели В основном Воспринимают Информацию Потребляют Информацию О Новых Заболеваниях В том числе Об этом Китайском Коронавирусе О Котором Сейчас Только Из Утюга Не Говорят Но В основном Черпают Информацию Из Источников Интернета Телевидения Радио Естественно Врачам Такое Непозволительно Врачи Наверное Получают Информацию О том Как это Все Развивается Какие Есть Новшества У кого Какие Идеи Наверное Во взаимодействии Друг с Другом Вы Сейчас Находитесь Ли В контакте С Какими Либо Другими Иностранными Коллегами Для того Чтобы Совместно Отслеживать В общем Быть в курсе Быть в ногу Со временем Всем Медработникам В республике Доведены Распорядительные Документы Которые Были Заблаговременно Разработаны Министерством Здравоохранения Луганской Народной Республики В виде Приказов На ЭПИД Сезон 19-20 Года Которые Они Неукоснительно Обязаны Соблюдать Дополнительно Министерством Здравоохранения Был разработан Приказ Именно По Коронавирусу Который Также Предписывает Выполнение Вышеозначенных Мероприятий Для Медицинских Работников Что касаемо Взаимодействия С Зарубежными Но это Очень Громко Будет Сказано Мы Руководствуемся Той информацией Которая Находится Либо в общем Доступе Либо она Поступает По Сводкам Вы Принесли С собой К нам На эфир Памятку О коронавирусе Мы Ее Разместили У себя В группе В социальной Сети Вконтакте Вести Плюс Луганска Она разработана Луганским Республиканским Центром Здоровья Как Кроме Этого Источника Люди Смогут Получить Вот Такую Фактически Очень Понятную Блок Схему Это Я Опять же Из своего Физматовского Прошу Вспоминаю Что блок Схем Это Самый Удобный Способ Восприятия Информации Конечно Спасибо Большое Республиканскому Центру Здоровья Который Совместно С Министерством Здравоохранения Разработал Такой Удобный И Лаконичный Документ Это Как бы Перечень Информационной Такой Вот Концентрат Как Избежать И Как Предупредить И Симптоматика Это Основное Здесь Перечислены Все Основные Методы Для того Чтобы Среди Населения Не было Паники Сомнений И Дать им Руководство К действию Как не допустить Данного Заболевания Ну и наверное Последний Вопрос Знаете Как всегда Когда Дают совет Что нужно Делать Возникают Еще вопросы После того Как прослушиваю Информацию А что же Делать не нужно Что же делать Нельзя Так вот Чтобы не было Паники Чтобы вы Посоветовали Не делать Чтобы не Поддаваться Панике И в этой Панике Не совершать Лишних действий Не тратить Например Лишних денег Конечно Не нужно Запасаться Впрок Медикаментами Потому что Ряд Медикаментов Могут быть Назначены Только Врачом Опять же Избегаем Самолечения Постараться Не путешествовать В неблагоприятные Страны По эпидситуации Ну и конечно же Оградить себя От больных людей Как я уже сказал И от массовых Мероприятий Я благодарю вас За информацию Желаю успехов В работе Будем мы далее Совместно следить За развитием ситуации Напомню Мы беседовали С главным врачом Луганской Республиканской Санитарно-эпидемиологической Станции Министерства Здравоохранения Луганской Народной Республики Дмитрием Докошенко Приходите к нам еще А вы друзья Оставайтесь на нашей Частоте Спасибо Следующий Здравствуйте доктор Жалуйтесь Да я Похвастаться А Ну тогда Будьте здоровы